Водородный фтор и йод не получится. Там получится более хитрая вещь. Чуть позже мы с вами будем смотреть, что получается при соединении водорода с вот этими неметаллами. Фторм, хворм, борм. Вот эта группа неметаллов, имеющая очень высокую электроотрицательность, называется галогена. В этом случае образуются вещества, одно из них вы, может быть, знаете. Что это за вещество? Аж-хворм. Соляная кислота. А Аж-хворм, о котором вы меня спрашиваете, это плавиковая кислота. Плавиковая. Фтормодородный. Это хлородородный? Фтормодородный. Когда будем разбираться с кем такой кислоты в принципе, вот тогда и поговорим об вот этих бескислородных кислотах. А что будет, если вы плавал, провал и, ну, хотели тянуть своих кровать? Куда? И к кому? Ну, к какому-нибудь у вас. Что, все зависит от того, что это за... Ну, смотрите, вот у нас есть одно кислород, два атома водорода, образовались общие электронные облака, и возникла какая молекула? Вода. 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 А если слинить только один водород, с один кислород, то что получится? А у кислорода при этом оба, не справедливо оба, козаковым соединения. Только одно. Только одно, что такое соединение будет изо всех сил стремиться сделать. Ну, сейчас мы объясняем. Конечно. Это будет очень реагентно способное соединение, которое будет вступать в реакцию с кем-нибудь опытом. Ага. Для того, что это... Есть специальное название. Есть ОАН-группа. Или гидроксин. А вы знаете, что это вы покатаете? Откуда берется у вас значок минус, после обеда разберемся. Будем разбираться. Вот это случай, когда кислород связан только с одним водородом. Гидроксин. Гидроксин практически со всеми. Не со всеми, но очень-очень здорово создавать и не стереться. С очень-очень вещества. Так. Хорошо. Ну, а теперь, вот по поводу полярной и неполярной ковалентной свете. Какой электроотрицательный барышний более-менее понятно? Силу, с которой атом притягивает реструк. Вот это, а, думаю, с большой или маленькой электроотрицательности? Вот эти. С маленькой, вот эти. С большой. Теперь, берем парочку. Вот какую. Допустим, кислород, кислород. У каждого кислорода есть ли не спаренные электронные облака? Да. Сколько их? Два не спаренных электронных облака. Если два атома встретились... Мы будем наблюдать следующую картинку. Вот эти электронные облака, спаренные, на этой орбитаре уже два электрона летают. Можно ли еще сюда электроны? Нет, нельзя. И у этого кислорода, вот этого будет спаренная, здесь уже есть два электрона. А в этих облаках было по одному электрону. После того, как произошло перекрытие, сколько общих электронных пар грузовалось? Две. Две. Вот одна общая электронная пара. По этой траектории летает один электрон от этого атома, а второй электрон от этого атома, а второй электрон от этого атома, а второй электрон от этого атома. Отлично. Кстати, вспоминаю вот эту журоволку. Здесь такой недочет. Там один из вопросов, сколько ковалентных свежей образуют два кислорода. И правильное ответное слово. Сейчас, одну секунду. Я вот нарисую вот такой вариант. Правильный или неправильный? Верно. Неправильный. В структурной формуле что назначается вот такой чертой? Одна ковалентная свежей. А у двух ссорных их сколько? Верно. Вот правильный. В качестве варианта был вот такой рисунок. А вот это правильный или неправильный? Нет. А вот это очень неправильный смысл. Скажите, пожалуйста, если это ковалентная свежь, то это свежь кого-то, с кем-то. Согласны? Ага. Ну и скажите, с кем связывают вот эту свежь? С вакуумом. С вакуумом. Это печально, когда ваша свежь с вакуумом. Вы же все-таки имеете в втором конце какого-то партнера. Туда может присоединиться моя комната. Отлично. Отлично. Потом мы с вами будем сталкиваться. Будем сталкиваться с такими веществами, у которых одна связь свободна, не занята. Называться такие вещества, они могут быть самые разные. Называться они будут свободные радикалы. И вот это буквально монстры. В частности, свободные радикалы являются причиной развития раковых опухолей, причиной развития болезни Альшгеймера и так далее. очень сильно влияют на события предметов нашего организма. В чем дело? Скажите, пожалуйста, если у какой-то частицы есть одна незаполненная связь, что она будет пробовать сделать? Лучше связь запомнить. С кем? С него. А с кем угодно. То есть свободные радикалы вмешиваются в отрегулированный обмен веществ в клетки, соединяясь практически с кем угодно, обмен в чертовой матери, точнее его являются, и начинается очень тяжелая проблема. Старение. В частности, старение в том числе. Мы с вами будем использовать вот этот значок, связь включает никуда, только для обозначения свободных радикалов. Мам, пожалуйста. Да, конечно. А вот, на спирте, у вас О2, он сказал, что будет. Ага, пейтесь водородом. Вещество с вот таким названием. А, кстати, упражнение. Ну, хоть я с тренечкой. Попробуйте структурную формулу. Вещество с формулой О2H2. Это вещество с формулой H2O2. Переписка дорога. Ну-ка. Отлично. Так оно и есть. Так оно и есть. Да, да. Но дело в том, что это вещество оказывается неустойчивым. А вот так. Если расписать не палочками, галератное свете, а нарисовать все облака, вот как здесь все облака рисуют, оказывается, что облака, чтобы образовать H2O2, слишком сблизились. А вообще-то одноименно заряженные облака что должны сделать? Отполкнуться. Поэтому вещество с формулой H2O2 со временем самопроизвольно разваливается на две разные два компонента. На что разваливается теперь? На воду. На воду кислород. Какой кислород? Вот это очень важно. Канарный. Атомарный. Не молекулярный. Вот это нарисовано атомарный или молекулярный? Да. Это молекулярный. Это уже амолекция. Соединенные два атома. Так, почти весь кислород, ну, в частности, весь кислород в атмосфере, он вот такой вот, вот два. Вот это дикий зверь. Атомарный кислород, у него два из испаренного облака. Он будет окислять кого угодно, включая черты ступи. Значит, исключительно сильный биологический яд. Поэтому, когда вы рамку, мажьте перегиси, что происходит? Под действием продуктов жизнедеятельности ваших клеток, вот эта реакция ускоряется примерно 150 тысяч раз. И кислород, свободный кислород, испейтеся, начинает выделяться, не успевая превратиться вот в такой. Что он делает со всем живым, находящимся в этом районе? Убивает. Убивает. Ему все равно кого убивают. Он, конечно, будет убивать и ваши клетки тоже. Но основное, это бактерии убивают. Но если в этом месте есть бактерии, то никакой бактерии не остается. Он просто все вышкает. Да, бактерии мне что-ли не спасет, а с химией мне не спасет. Знаю, что. Так что, открытые раны обрабатывают, конечно, пейкищи, вне йогуны. В чем дело? Один из эффектов пейкищи, кроме всего прочего, сужение кровеносных сосудов и стимуляция свертывания крови. Вот, если у вас есть рамка, и вы ее обработали пейкищием, мало того, что вы убили бактерии в этом месте, вы еще помогли образовать струн, а это значит остановить кровотечение. Хорошо. А если вы открытую рамку йоду наназали, йод очень сильный ягод. Он тоже, конечно, убьет все бактерии. Но медицинский йод, на чем, вообще-то йод это кристаллическое вещество, ледое. Медицинский йод, на чем разведен, вот это жидкость. Вроде, а пересекти. Не-не-не-не, спирт, 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 сам по себе дезинфицирующее вещество. И в результате спиртовой раствор йода убивает бактерии на повал. Но спирт вызывает рефлекторное расширение кровеносных сосудов. Если спирт попадает в кровь, в этом месте у вас все кровеносные сосуды расширились. И не стимулирует свертывную кровь. В результате взяли рамку, обработанную спиртом. Чего получили? Бактерии его убили. А вы усилие кровотечения. Вам этого надо? Нет. Это вряд ли. Поэтому, рамку вокруг рамки чем обрабатывается? Зеленкой. Зеленкой или йодом? А, зеленкой. А, объясняю, зеленка, берлинская зелень. Ну, ребят. А почему зеленка? А зеленка тоже на спирте? Да, конечно. На спирте еще на спирте. Спирт, а горы. А зачем рамку вокруг рамки обрабатывается? А ты не двигаться, а ты двигаться. А смотрите-ка. Вот в этом месте у вас садили ранки, да? Так? Хорошо. Вы обработали ее. Вот здесь все угодно. А после этого, что вы как правило делаете? Пластырь. Пластырь он заберет вы. Но если после йодки, то она стоит. Ну да, она стоит. Ага, хорошо. Значит, самый идиотский случай, когда пластырь. Ребята, кожа не дышит. Не дышит ни разу. У людей. У людей ни одной поры в коже нету. Очередной обывательский миф. Скажите, пожалуйста, ваше тело из клеток встает? Да. Отлично. А что между клетками? Клеточное вещество. Какое? Твердое жидкое безобразие. Жидкость. Итак, пространство между клетками заполнено межклеточной жидкостью. Теперь, вы взяли и понаделали дырочек в коже. Много-много пор. Что с вами будет? А вы вытечете на улицу сквозь вашу кожу. Никаких таких пор в коже нету. Ни у одного наземного существа их не может. Ну, пор. Пор не может. Техами через кожу там у лягушек, по-моему, у вас. Стоп, ни через коти, ни через пор. Мы об этом с вами, ближе к концу курса, будем говорить, как может идти кожный грузообмен. У нас с вами кожный грузообмен равенную жизнь. Так никакого кислорода сквозь кожу мы не получаем. Слава Богу, роговая защита поверх животных. Без этого мы, как и говорилось, сразу. К рамке возвращаемся. Скажите, пожалуйста, а кто у вас живет на поверхности кожи? Соберяй. Наверное, мы с вами не сделаем такой эксперимент. Вот вы сюда придете и просто пальчики приложите к дну чашек Петри, на которых я подготовлю читательную среду для развития бактерий. Мы эти чашки с вами опечатаем и посмотрим через 2-3 дня, что там будет в эти чашки. А вы увидите свой отпечаток пальца, отлично, который будет прорисован каким образом, откуда рисунок возьмется. А в этом месте разобьется бактериальная колония. Дело в том, что на каждом квадратном миллиметре вашей кожи, вот сейчас, сидит спокойно и заодно пытается вас съесть. Так? Больше 1000 бактерий. Почему им не удается вас съесть? А потому что поверхность большая. А у нас на поверхности кожи ни одной живой плетки нет. Они там все мертвые, это не мертвые. Знаете, остатки, орговершие остатки. Орговое вещество не по зубам, даже бактерия. То есть они там сидят, но он голодный. Главное. Хорошо. Здесь у вас сидят бактерии, которые голодные, как фирте, и хотят вас съесть. Вот в этом месте вы их все убили, вы рамку обработали. А потом взяли и заклеили все пластами. Вот так. Все вы сделали. А вы создали парник для отличной жизни бактерий. Под пластырем. У вас еще с полтовой железы есть кожа? Да. Ага. Знаете, что у вас под пластырем какая влажность? 100%. 100%. Температура. Температура вашего тела 36,6. Значительно курортно. То есть бактерия абсолютно курортным условиям. Размножаются здесь. Кто бы он делал бактерии? Алисадзор вот здесь засеет. Здесь же у вас разрушен защитный слой. Примерно к наиванию. Да? Поэтому перед тем, как наклеивается пластырь, перед тем, как бинтуется, район вокруг рамка, что с ним надо сделать? А район вокруг рамка. Вот здесь уже обработка спиртом. Спиртом или зеленкой. Здесь у вас открытых сосудов нет. Поэтому спиртовой раствор не может вызвать кровотечение. Район рамка перетискет, а вокруг спиртовой или зеленочный раствор. После этого бинтуете, пластырь, все что угодно. Идея-ка поняла? Ага. Вот в этой малюнке электроны будут чаще находиться вокруг нижнего атома, вот из общих облаковок, или вокруг левого атома. Или равномерно. Да, равномерно. Совершенно равномерно. А теперь мы берем два вещества с разной электроотрецентностью. Берем кислород и берем водород. У кислорода маленькая электроотрецентность или большая? Большая. А водорода маленькая, то лучше притягивать электроды. Берем кислород. У него лучшая электроотрецентность. Рисуем. Законное молоко. Два и не законное. Какая молекуа у вас давалась? Вода. Вода, аж 2-го. Выделяем молоко. На этом облаке электроны одинаковые часто вокруг ядра водорода и вокруг ядра кислорода или нет? Где чаще? Часто. Почему? Потому что там больше электроотрецентность. Большую электроотрецентность. Сильнее притягивали. Высшая электроотрецентность у этого ядра. Понятно? В результате, если электроны чаще вот здесь, у электронов какой знак? У электронов. Вот это на кубе? Минус. Поэтому, где у вас выше концентрация отрицательного заряда? Вверху или вверху? Вверху. Вверху. Минус. А значит, где в контакте? Плюс. Вот с этим уголком. Абсолютно. В результате, когда у вас соединение, из атома с разной электроотрецентностью, у вас в молекуле ответы плюсов. Вот это и будет полярная ковалентная свеча. А вот это и невероятная.